Привет, мои дорогие зрители! Мы в Одессе, заходим в Аркадию. Я пишу вам, как выходит Аркадия. Какой красивый вход. Сегодня 1 октября. Не удивляйтесь, что так много людей. Смотри, какие интересные стульчики на колесиках. Какой интересный бар. Быстро сделан столик. Здесь, я знаю, очень хорошие мясные блюда. Бургеры разные. Еще работает фонтан. Еще погода просто шепчет. Я еще сегодня была на пляже. Много очень молодежи, подростков, тинейджеров. Смотрите, фонтан работает. Стоит чайка бирюзовая вдалеке. Я вообще не очень понимаю в машинах. Но этот ресторан называется чайка. Я думаю, что забрали такой же марк в машине. Красиво, очень украшено. Бесо цвета мне все время поражает. Как хорошо здесь этот петунь. Чем-то их особенным здесь подкармливает. Потому что все рестораны в шикарных цветах. И я же понимаю, что октябрь месяц, уже им пора завянут. Но они выглядят очень красиво. Вот так вот выглядит ресторанчик. Узле этой машины. Машинка. Вечером здесь зажгутся эти фонари. И если я еще буду проходить здесь вечером, обязательно вам покажу, как это выглядит. Смотрите, очень пейзажно, правда? И хочется обязательно сделать здесь фотографию. В Аркадии вот такой аркадийский комплекс. Смотрите, какой он круглый, интересный. Здесь всегда любили жить иностранцы. Потому что ко всей тусовке здесь близко. Ну, наверное, для обычных людей это просто испытание. Жить там, где постоянная музыка с утра до вечера. Ну, в этом комплексе хорошо сдается жилье. Все иностранцы очень любили. Я говорю, что снять квартиру там, где есть уже ту сутку. А весну, как здесь красиво. Эти глицинницы вели. Сейчас просто листья. Просто прогуливаемся. Я хочу вам показать. Здесь очень есть много молодежных таких кафе. Например, ты берешь шесть устриц. И тебе дарят два бокала просека. Такой интересный сет. Люди садятся, потому что это, в общем-то, недорого. И такой хороший перекус. Устрицы действительно хорошо наедаешься. Вкусная здесь. Здесь есть два моря. Они свежие. А вы знаете, что устрицы можно кушать не только с лимоном, а еще с солью или с перцем. Или немножко можно добавить красного вина. Это тоже выглядит очень аппетитно и вкусно. Немножко снимаю вам, молодежка. Все в спортивном, все в пляжном, можно сказать. Поэтому, в общем-то, это обычные люди. Приближаемся к этому ресторану, который я вам говорила, что можно здесь выпить. Посмотрите, прямо на этих баннерах заманушки такие. штук, бургеры, пиццу, кусочек можно взять. Все, что есть, здесь предлагают. Когочитать не нужно. Аукционная, смотрите. Можно взять 8, а нет, наверное, несколько устриц. И вместе гривен по поводу не ставал. Две устрицы и поплаву просек. Люди сидят, они вижу, чтобы они тоже были просек. Здесь тоже какая-то акционное предложение. Мороженое всегда люди покупают. Поэтому, посмотрите, есть спрос, есть предложение. Узычки идут, суропалки. Я сегодня ходила, тоже на перс смотрела, что ловят. Ловят саргана. Зачем за свою очередь? В очередь, почему-то здесь счастье. Ага, шоу-рубак. Развается популярное блюдо. Шоу-рубак. Петеринки. Кагистских магазинчиков. Кому заебрали? Да, у нас такая косточка. Под джинсов. Так, мы выходим с моей кучей, потому что там такой крип. Вот эти заработки в парусели. Они, наверное, действительно страшные. Схорька крипы. Смотрите, как интересно представлены духи. Вот такие вот большие кальки. Камни-бегальки, да? Раз классно представлены. Вот такие электромобильчики. И здесь по набережной. Здесь одесситы собираются посмотреть на море, посидеть. Смотри, какая площадка. Здесь люди отдыхают. Первый раз у вас заглядывает. Шепухающиеся есть. Прекрасное время. Первый октябрь. Идем дальше с вами. Перед нами вот итака. Тоже, по-моему, не работает уже. Тоже не ожидал, что будет такая погода. Никто не заказывал такую погоду. А люди приезжают в выходные, проводят здесь. Сегодня я возле этих фантанчиков видела голубей. Пили воду. Пресной воды видно мало. Птички здесь собираются. Сейчас вечер. Наверное, уже они просто не летают здесь. Здесь много людей на своем транспорте. Рассипеды, самокаты. Немножко их боюсь. Ездят они очень быстро и опасно. И с собачками здесь гуляют. А это потому было. А это потому было. Здесь бегала. Атоматом можно выпить каву. Мы пойдем немножко в другое место. Такой красивый вид, чтобы было море. Такие вон пизакные девушки с собачками. Выбуливаются. А здесь есть место, где просит лежать на форум. Прикольно, да? Вчера просили нас на дерева сослевать на форум игрушек. Игрушки, как с прошлой жизни. Мой внук говорит, их поставили, чтобы деток пугать. Вот я смеюсь с этих игрушек. Потому что мы в молодости считали, что это красивые ножки. А нынешние дети считают, что это пугать детей. Короче, какая-то бабайка. Я хочу показать этот ресторанчик в Черноморье. Он есть у нас в каждом городе. Но я больше всего его люблю здесь, в Одессе. Здесь очень вкусно готовят. Вот прям отличается очень кухня. Все свежие. И мне нравится, что они до 12. Если ты заказываешь, например, какой-то там аромет, они приносят рыбные бурьёности. Как они украсть из своей парной оскоки. Окошка, лес. Здесь всегда много людей. Такое хорошее очень место. Очень красиво видовое площадки. В общем-то, не добраться. Вот они. Вот эта работа прицеплена. На таком баркасике овощи. Это сделано для украшения. Теперь и рыбки. Здесь живые нарисовки. Ратушки здесь. Ну, очень много работников. Смотрите, как здорово. Видите в наших краях, заходите. Один ресторан. Узбекская песня. Называется Крым. Очень классный. Здесь офигенные чебурики. Очень вкусная вся еда. Главы. Вот эти все мясные блюда обалденные. Тоже очень рекомендую. Тут раньше ходила, думала, какая-то столовка. Пока не села первый раз. У них тут есть эти чебуреки с разными начинками. Такие даже начинки. Грибы с яйцами, с брынзой. А мы с вами дальше идем. Здесь вот бесплатный спортивный клуб. Можно позавляться. А здесь детская площадка. Очень большая. Всегда много людей с детками. Тут прям целая дружеские команды образуются. Я сама здесь ходила. Гуляла с ребенком. Ой! Да, вы извините. Телефоном будете на плаушке. Неправильно ходила. Меня прям напугали. Я заслушалась и рассказываю вам. В общем, нужно держаться правильной стороны. Не ходить по стороне, где есть виладерушка. А вот этот парчик, он обалденный. Его тоже очень люблю. Вот не смотрите, что он так стоит, ну, вроде бы, как в леске. Но здесь в жару очень классно сидеть. Удобные вот эти вот шезлончики. И коктейльчики здесь разные. И разные. Бутерброды. Панини там с помидорами, с сыром. Очень классно. И опять же, близко, в детской площадке легко можно прибежать. И здесь какой-то перекусик взять у себя и ребенку. Я подхожу к тому месту, где сиденье проведу время до заката. Хочу ходить. Наверное, я возьму оперу и шприц. И посижу, посмотрю на море. Здесь так делают многие. Утром рано присыпаются и приходят посидеть. Встретить новый день. Вот так вот. Мы подходим к локации, которая мне здесь очень-очень нравится. И вы в моих шокцах, конечно же, видели эту локацию. Мне нравится, мне хорошая музыка. Кто с чем здесь сидит? Здесь есть и кофе, и чай. И здесь могут люди греться с вами. Ветерок поднялся к лечению. И еще раз тебя вот-вот выронить. Легу. Я буду садиться. Уже закатал на перрончик. Вот мое место. Почему-то закрывают золотики. Ветер, потому что они боятся, чтобы они не слетели. Вот такая прекрасная музыка. Хорошая атмосфера и прогулка. Не забудьте подписаться на мой канал. Славит, да. А за мной. Спасибо. 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 Спасибо.